МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Вазу хрустальную разбил, рюмки хрустальные разбил, и вот самогонный аппарат в щепке, в труху все разнес. Вот такой у меня ущерб материальный этот бандюган ввел. 17-летний Артем Жданов ворвался в дом своей односельчанки Зинаиды Семенны Гальцевой, избил пожилую женщину и устроил погром. По версии следствия, подросток пришел к ней не случайно, ведь Гальцева щедро снабжала жителей деревни домашним самогоном. Вот только в суде выясняется, что Артем был не единственным ее недоброжелателем. И вдруг я услышала, что произошел грохот на кухне. Я прибежала и смотрю, люк в погреб открыт. Ну, я тогда и спустилась, и увидела, что у тети голова в крови. И тут же позвонила Славке. Алина Стецкая обвиняется в том, что она умышленно столкнула в погреб Валентину Захарову, в результате чего Захарова погибла. Мотивом столь жестокого поступка, по версии обвинения, является личная неприязнь Алины к Валентине. Но Алина вины не признает. Истину установит суд. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Здравствуйте. Я Жданов Артем Михайлович. Родился 20 мая 2005 года. Мне 17 лет. Артем, ты обвиняешься по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса в умышленном причине легкого вреда здоровью потерпевшей. Значит, 5 декабря, по версии следствия, ты избил свою односельчанку Гальцеву Зинаиду Семеновну, устроив погром в ее доме. Артем, скажи, пожалуйста, ты признаешь себя виновным? Да не трогал я эту чокнутую. Она все врет. Вы людей у нас в деревне поспрашиваете. Каждый знает, что бабозина тот еще фрукт. От нее всегда одни враги и сплетни. А теперь на старости лет у нее еще и крыша поехала. Может, ей черти померещились. Она сама все разгромила. Она меня теперь вину сваливает. Это что получается? Ты что несешь? Бандюган самый настоящий. Я себе и вред сама причинила, и имущество свое разгромила. Ваша честь, он меня убить хотел. Убить. Он знает, что я женщина одинокая, одна живу. Заступиться за меня некому. Я случайно живая оказалась. Зинаид Семеновна, успокойся. За вас есть кому заступиться. За вас заступилось и следствие, и суд сейчас за вас заступится. Послушайте, пожалуйста, каким выводом пришло следствие. Пожалуйста, слово государственному обвинителю. Уважаемый суд, 5 декабря совершено было нападение на потерпевшую Гальцеву в ее доме. Подсудимый Жданов, зная о том, что у потерпевшей имеется самогонный аппарат, ну и, соответственно, продукты от работы этого самогонного аппарата ворвался в ее дом с намерением раздобыть спиртные напитки. То есть самогон. Да какой самогон? Вот в деревне у любого спроси, и все скажут, что я делаю только настоечки. Люди ко мне обращаются. Приходят, Семеновна, ноги болят, коленки, сделай настоечку. Семеновна, руки болят, сделай настоечку. Я же людям отказать не могу. Я же для их здоровья стараюсь. Это же все на травах и по бабкиным рецептам. А травке же это надо спирт. А спирт – медицинский препарат. Где его возьмешь? Вот и пришлось самогоночку помаленьку гнать строго в нужном количестве. Да, уважаемый суд. Строго в нужном количестве? Это должно быть не в коммерческих масштабах, иначе это уже уголовно наказуемое будет деяние. Только для лечения людей. Только для лечения. Ну, хорошо. Уважаемый суд, гонит самогон не только из трав, но и из табуретки, и всего, что, как говорится, под руку придется, за что и была потерпевшая, привлечена к административной ответственности за реализацию алкогольно содержащей продукции. В доме, уважаемый суд, проводился осмотр места происшествия. Ну, и в том числе, конечно же, были обнаружены и описаны, вот, скажем так, самогонные аппараты, колбы, там, не знаю, или бутыли огромные, как в фильмах, с этой мутной жидкостью, да, и, конечно, свежеские показания, которые, характеризуя в том числе потерпевшую, говорят о том, что она занимается самогоноварением и его продажей. Пол деревни, как говорится, ходит к ней за выпивкой, вот, и в том числе наш подсудимый требовал у потерпевшей налить ему, но получил отказ. Пришел в ярость и, соответственно, мотив установлен, что это внезапно возникшие личные неприязненные отношения, побудившие подсудимого на совершение преступления. Сначала начал угрожать, потом, соответственно, нанес ей повреждения. Согласно заключению судмедэкспертизы, у потерпевшей диагностированы многочисленные ушибы и гематомы на голове, лице и руках. Ей был причинен вред здоровью, легкий вред здоровью. Да какой легкий? Я три недели пластом лежала, подняться не могла. Я же человек уже не молодой, я на пенсии. Я же думала, вообще на мне ничего не заживет. Какой уж легкий вред-то, бандит. Ну, сейчас зажило, все хорошо. Ну, так вот, сколько времени прошло, кое-как вот зажило. Давайте послушаем дальше. Уважаемый суд, избив потерпевшую, подсудимый схватил ее, ну, палочку для ходьбы и устроил разгром в комнате, повредив имущество с целью отомстить ей за отказ в предоставить ему спиртное. По результатам проведенной оценочной экспертизы, нанесенный ущерб оценивается в 34 тысячи рублей. Затем подсудимый с места преступления скрылся и был задержан, ну, скажем так, оперативно после звонка потерпевшей в полицию. Ваша честь, меня задержали вообще ни за что, я ничего такого не делал. Меня вообще в тот вечер у этой бабки не было. Ну, уважаемый суд, это, конечно же, опровергается собранными по делу доказательствами, в частности, материалами тросологической экспертизы. Мама меня попросила зайти забрать какую-то притирку дурацкую для суставов, а вечером, не знаю, что там у нее произошло, может, ее кто-то по башке треснул, она память потеряла, а меня запомнила, вот и обвиняет теперь. Психолог, психологическая экспертиза была проведена на предмет того, понимает он, не понимает вообще, что происходит. Отдает отчет своим действиям, меняем, достиг возраста привлечения к уголовной ответственности и прошу назначить ему наказание в виде исправительных работ сроком на один год. А, исправительная работа на один год, вы просите, да, понятно. Извините, Семеновна, ну вот теперь, пожалуйста, вы подробно вспомните и расскажите, что произошло 5 декабря между вами и Артемом. Сейчас все расскажу. Значит, 5 декабря уже дело было к ночи, сериал я посмотрела, думаю, пойду я проверю дверь, закрыто, не закрыто, потому что народ-то приходил, пришел, ушел, пришел, ушел, но они же меня просили на стоечке-то сделать, а приходили, забирали. Пойду к двери. И не успела, дверь-то как бавахнулась, а лось этот стоит в проеме и кричит, где у тебя самогон? Я ему говорю, ты что на ночь глядь-то приперся, хочешь людей пугаешь, иди домой по-добру, по-здорову, нет у меня ничего. А он меня как, вот так отшвырнул туда и в дом, вот так вот и прорвался вперед, вот так. Так, прорвался. Хорошо, пришел за самогоном, в общем-то, к вам все ходят за этим, за настойками, за самогоном. Почему же вы ему отказали? Так у меня не было. Мне люди заказали, я сделала, они забрали и ушли, все, больше у меня ничего не было лишнего. Да мне твоя отрава вообще не нужна, Ваша честь, я бы никогда не прикоснулся к этому ее самогону. Ай, что ты тогда 5 декабря ко мне пришел, понадобился мой самогончик-то? Так, Зинаида Семеновна, вот пришел он 5 декабря, вы ему отказали почему-то, то предлагали, а тут, значит, не было, не было его говорить, я понял. Он вас оттолкнул, ворвался в дом, что дальше происходило? Он ворвался, кричит, где у тебя самогон? Я ему говорю, иди, Христа ради, отсюда. А он, давай, шкафы открывай, все содержимое оттуда выбрасывать. Меня за голос и схватил, в лицо меня ударил, по телу ударил, я упала, кричу, люди добрые, Христа ради, помогите, а кто услышит? Во-первых, люди же у себя дома сидят по улицам, не ходят, и это же и не услышат. А он вот эту трость-то как схватил, и давай все бить, и мебель бить, и без девушки моей разбил. Вазу хрустальную разбил, рюмки хрустальные разбил, и вот самогонный аппарат вот в щепки, в труху все разнес. Вот такой он меня, ущерб материальный, этот бандюган ввел. Вот так все было. Все, я вас услышал, да, Надежда Ивановна, вы мама Артема, так? Да. Скажите, пожалуйста, вот Артем здесь утверждает, что заходил 5 декабря не вечером к Зинаиде Семене, а днем, причем по вашей просьбе. Ой, да пусть не брешь, никуда я его не посылал, никуда он не ходил. Не посылали, понятно. Нет. Так, вот документы, которые представлены в суд, характеризующие личность вашего сына, говорят о том, что он употребляет алкоголь. Он, в принципе, так-то у меня в отца пошел характером, а Мишка у меня пил почти по черному, попал в тюрьму по синьке, вышел, опять сразу за бутылку взялся. Так и спился до гробовой доски. Вот оставил меня одну вдовой с ним на шее. Я теперь вот у соседей подрабатываю на ферме, еле-еле с конца с концами свожу. А он вместо того, чтобы матери помочь, он, бугай какой, на шее у меня сидит. Говорит, учиться он пойдет. Куда же ему учиться? У него тройки одни. Нужна ему, сдалась эта учеба дурацкая. Ой, у меня же денег-то нет, я же ему копейки лишние не даю. Где их в них взять-то, эти копеечки? А так-то мы все знаем, что если самогон кому нужен, он, он прекрасный попервек у Зинаиды есть. Знаешь что, ты на своего Мишку, покойного мужика, ты его не прицарство небесное. Ты мать, ты сама обязана была его воспитывать. От эляськи до масяськи. А тебе надо было ремень взять и как следует его по спиняке, по спиняке. Вот это было бы воспитание, а не так, как ты. Ага, наговорила тут тоже. Ты как, ты думаешь, таким бугоебом смогу быть, смогу ли я справиться? Ой, Семеновна, такая у меня жизнь. Сначала муж в тюрьму попал, теперь его сын. Мам, зачем ты на меня баллоны катишь? Вдвоем с этой старой коргой спелись, и теперь меня оговариваете. Ты же знаешь, я не пью, я не хочу стать таким, как папа. Ваша честь, мне это Семенов со своим самогоном поганым вообще не сдались. И о ходатайствовое допросе Михееве Ларисы Игоревны. Михеева Лариса Игоревна вызывается в суд. Пожалуйста, пристав, пригласите ее в судебное заседание. Масяцкий, попробовал бы сам, а мне дальше некуда уже. Да как ты смеешь. Проходите, пожалуйста, Лариса, присаживайтесь. Вы выделили что ли перед заседанием своих настойчивых, что-то громкие вы очень какие-то. Лариса Игоревна, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Вот, вы знаете Артема Жданова? Ну, конечно, в одном поселке с ним живем. Он вообще ко мне в магазин частенько захаживает. Он же Катьке... А вы в магазине работаете? Я в магазине работаю, это мой собственный магазин. Так. Он к Катьке к моей ходит, ну, к падчерице. В этот вечер, 5 декабря, так же пришел. Ну, где-то без 20-10. Я обычно до 10 работаю, а в этот раз уже решила пораньше закрывать. Прям на пороге его встретила. А зачем пришел? К Катю повидать? Ну, я сначала тоже так подумала. Говорю, да Катька твоя дома уже, что ты так поздно-то пришел? А он говорит, не, я к тебе. Типа, водка есть? Я говорю, да какая водка? Алкоголь и крепкие напитки вообще-то к Новому году буду заказывать. Откуда у меня? Да вообще, в последнее время ни выручки, ни посетителей, никого. За какой? За что мне товар покупать-то? За какие деньги? Ну, и за это все. Своим сивушным самогоном весь поселок споила. Теперь нету люди, только к ней ходят. У меня ни покупателей, никого уж, думаю, вообще магазин этот к чертям собачий на закрыть. Это ты решила со мной, с честной конкуренткой, Артемкиными руками разобраться. Это ты его подбила, твоих рук делала. Да что ты мелишь? А мне народ рассказал. Я больная, лежала вся побитая, в этом мусоре все разбито. А ты довольная была. У тебя зубы гук смеялись. Привезла машину водки. А народ мне потом рассказал. Водка твоя паленая, вонючая, сивушная и по большой цене. А не сплетни от тебя вечно. Это ты, дура, хоть и молодая, а москов-то у тебя нет. Она полгода назад ко мне приходила, материлась, ругалась и угрожала, что у нее покупателей нет. И она будет магазин закрывать. И, значит, никакого дохода. А я ей сказала, покупателей надо уважать. Товар должен быть качественной и по приемлемой цене. А ты возишься в ухо, а цены загибаешь вон какие. А поэтому народ-то ко мне пошел. Я сейчас говорю, а ты споришь, а ты организатор преступления? Это ОПГ. Это она все это устроила. Ее надо посадить. Ты меня посадить решила. Не выйдет у тебя ничего. ОПГ, ты преступница, и парня подбила на это. Это все она. Лариса Игоревна, скажите, пожалуйста, утверждает Зинаида Семеновна, что она честная конкурентка, а вы настраивали Артема против нее. И из-за этого произошло вот это вот событие. Да, Ваша честь, ничего я такого ему не говорила. Он пришел ко мне уже весь на взводе злой. Дай отца помянуть, дай водки мне. Отец умер год назад, надо где-то помянуть. Естественно, отказал, но нет у меня. Так он весь такой злой и пошел. Я здесь при чем? Если он тебе что-то и сделал, так я здесь вообще не виновата. Да мне люди сказали, что Артемка, он Катьке все подбивался. А ты против была, что он не хотела, чтобы с ним. А потом ты ему сказала, что если он с твоей конкуренткой со мной разберется, то ты разрешишь ему, парню молодому, с девчонкой молодой встречаться. Это она, что устроила, использовала его любовь к патчерице. Заговор против вас. Использовала любовь к парням. Зинаи Семеновна, заговор, да? ОПГ. ОПГ, ОПГ она. Да заткнитесь обе, что вы несете? Меня обвиняете друг друга, обвиняете себя, святыми считаете. А ведь вы обе гадины споили весь наш поселок. Это из-за вас у нас нормальных мужиков не осталось. Это из-за вас мой отец умер. Вот ты, Лариса, прикидываешься, невинная овечка, а сама полгода назад мне намекала, что если бы у тебя такой конкурентки, как Семеновна, не было, ты бы для этого ничего не пожалела. И даже была бы не против, чтобы я с Катькой встречался. А ты, Семеновна, ты лицемерная гадюка, тебе на людей наплевать. Ты слово отдаешь и тут же его нарушаешь. Ну и по делам тебе. Ты прекрасно знаешь, почему я на самом деле это с тобой сделал. Я был прав, получилось, что заслужила. Так, Артем, давай разбираться, поскольку ты уже практически сознался о том, что ты действительно напал на Зинаиду Семеновну. Скажи, пожалуйста, какая цель-то была? Тебя попросила Лариса Игоревна об этом. Тихо. Ничего я больше говорить не буду. Я устал от этого вранья. Даже мама правды говорить не хочет. Ей на меня наплевать. Я был дурак, что из-за нее полез. Уважаемый суд, ну для того и существует защита, чтобы помогать. Когда подсудимый устал от вранья, слово адвокат. Да. И даже родная мать, собственно говоря, не поддерживает сына. Тут только адвокат и поможет. Уважаемый суд, в деле есть обстоятельства, смягчающие наказание моего подзащитного. Для того, чтобы мы могли их установить, я ходатайствую о допросе девушки подсудимого, Екатерины Михеевой. Мы о ней говорили, но не слышали. Вызываем Михееву и Екатерину Олеговну. Пожалуйста, пристав пригласить ее в зал. Для лечебных целей. Подпольщица. Да, конечно. Катя, присаживайся, пожалуйста. Катя, тебя пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Знаете, моя мачеха кое-что не договорила на следствие. И меня просила молчать. Так. Дело в том, что она постоянно подбивала Артема на то, чтобы он уничтожил этот самогонный аппарат. И я тогда была в магазине в тот день. Он пришел, но не за выпивкой. Он пришел, скорее всего, из-за матери своей. Из-за матери пришел. А при чем здесь мама Артема? Дело в том, что год назад у Артема умер отец. Из-за того, что постоянно пьянствовал. И после его смерти мама Артема тоже начала, грубо говоря, бухать. И получилось так, что Артем испугался, что его мама тоже сопьется и умрет. Ну и сказал нам, чтобы мы не продавали ему алкоголь. Вот. И вроде все нормально. Он поговорил с мамой. Она перестала пьянствовать. Она устроилась на работу. И в один из дней Артем прибегает. Вы бы его видели. У него просто глаза в слезах. Он весь какой-то злой, напуганный. Говорит, вот как где. И мачеха ему отвечает, что нет водки. Вот. Он говорит, моя мама дома бухая валяется. Говорит, кто ей алкоголь продал? Вот. Мачеха отвечает, что у меня нет. Не я. Это, скорее всего, Семеновна. Она к ней ходит. Ну и он побежал к ней разбираться. Я ведь Семеновну по-человечески просил матери больше ничего не продавать. Ежечуть на губу попадет. Она все подряд пить начинает. Что попало. По несколько дней бывает запой валяется. Как чуть в себя приходит, так снова за бутылкой бежит. А как завязки побудет какое-то время, так сразу нормально становится. Говорит, все, сынок, больше пить не буду. Пока ей снова кто-нибудь не нальет. Вот осенью она очень долго не пила. И Семеновна в ноябре предложила ей свои бражки. Ой, мне Артема так жалко было. Помню, гуляем из компании. А его мама валяется пьяная, как свинья. В луже. Ну, все начали смеяться над этим. Артем подбежал к ней и начал домой тащить. Вот. А она орет, мат ему выкроет. Какой позор. Я ведь и Семеновну, и Ларису просил по-человечески. Больше ничего не наливать. Объяснял, как я с ней маюсь. Что мне так с ней трудно. Они обе мне обещали. Семеновна клялась, что ни за какие коврижки больше и моей матери не нальет. Я успокоился. Думал, будем жить спокойно. Но ей верить было нельзя. Не устояла перед деньгами. Маме на работе премию дали. А тут годовщина смерти папы. Такой повод. Надежда Ивановна, то, что Артем сейчас рассказывает, это правда? Ну, надо же было мне как-то мужа помянуть. Ой, этот сопляк, конечно, не свое дело полез. Тоже бы я вздумал, мать учить. Я пошу на работе как проклятая. Еле ноги до дома доволакиваю. Сдыхаю на этой работе. Входя какая-то была перспектива. Ну, вот так хотелось как-то расслабиться, забыть этот страшный ад. Я домой прихожу, вижу, мать пьяная валяется. Спрашиваю, ты где же выпивку взяла? А она говорит, не твое дело, проваливай. Ну, я и пошел узнавать. Но боялся, они не сознаются. Поэтому я к Ларисе пошел, говорю, есть водка? Мол, отца помянуть надо. И тогда я понял, у нее действительно нет. Тогда я к Семеновне пошел. Спрашиваю, где самогон? А она мне, а ты деньги принес? Мне и так твоей мамаши пришлось за полцены наливать. Тебе я в долг ничего не дам. Тогда я понял, это она мою мать споила. Кричу, ты что же делаешь, паразитка? Ты, я из-за тебя отца потерял. Теперь ты мою мать могилу гонишь? Ну, хорошо. Ну, а зачем ты разгром устроил и избил женщину старую? А? Так она вместо извинений на меня с вызовом. Мол, не твое дело, проваливай. Честно говоря, я не выдержал. Я больше не мог это терпеть. Я схватил ее трость и раскрочил этот чертов самогонный аппарат в дребезге. И все, что под руку попало. А эта коза полезла меня оттаскивать. Ну, и втащил ей, что подстало от меня. Ведь кроме меня некому больше защитить маму от этой самогонщицы ее адского пойла. Уважаемый суда, защита настаивает, что мой подзащитный находился в тяжелой психотравмирующей ситуации. Собственно говоря, мотивом его действия была защита здоровья мамы от того пойла, которое продавала потерпевшая. Кроме того, я бы просил суд учесть и моральные, и противоправные действия самой потерпевшей, которая совершенно постыдным образом споила полдеревни. Соответственно, защита ходатайствует о смягчении наказания для Артема. Суд удаляется для постановления приговора. Далее в программе. И вдруг я услышала, что произошел грохот на кухне. Я прибежала и смотрю, люк в погреб открыт. Ну, я тогда и спустилась, и увидела, что у тети голова в крови. И тут же позвонила Славке. Алина Стецкая обвиняется в том, что она умышленно столкнула в погреб Валентину Захарову, в результате чего Захарова погибла. Мотивом столь жестокого поступка, по версии обвинения, является личная неприязнь Алины к Валентине. Но Алина вины не признает. Истину установит суд. Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Жданова Артема Михайловича, несовершеннолетнего ранее несудимого, совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК РФ, суд принимает решение. Предъявлено обвинение Жданова Артема Михайловича оправдать, поскольку он совершил данное действие, находясь в состоянии аффекта. И в данном случае легкие телесные повреждения и причинение легкого вреда здоровью в состоянии аффекта у нас не являются преступлением, образует гражданско-правовой деликт. То есть в гражданско-правовом порядке заявленный иск в 34 тысячи рублей будет взыскано. Эта сумма в вашу пользу, Зинаида Семеновна, вы должны уплатить, Артем, поскольку ты несовершеннолетний, маме твоей придется уплачивать эти деньги, 34 тысячи рублей за тот вред, который ты причинил Зинаида Семеновне. Что касается, если у вас есть претензии какого-либо порядка о повреждении здоровья, то представьте медицинские документы, подайте соответствующий иск. И в данной ситуации, поскольку у нас причинение легкого вреда здоровью, в состоянии аффекта не образует преступления, нет такой статьи в Уголовном кодексе, ты оправдан. Но у нас здесь присутствуют органы опеки, пожалуйста, встаньте. Органы опеки. Частное определение выносится судом в адрес органа опеки территориального, для того, чтобы проверить условия жизни несовершеннолетнего Артема Жданова, поскольку имеется сведения о том, что мама регулярно выпивает, возможно, не исполняет свои родительские обязанности, поэтому проведите соответствующее обследование жилищных условий и представьте соответствующее заключение. Понятно? Судебное свидание завершено. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Стецкая Алина Максимовна. Алина, ты обвиняешься по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшей по неосторожности смерть человека. Я тебе разъясняю, что 21 июня в 15 часов, как утверждает следствие, ты столкнула Валентину Сергеевну Захарову с лестницей, в результате чего у нее случилась черепно-мозговая травма, наступила смерть. Скажи, пожалуйста, Алина, ты свою вину признаешь? Нет, Ваша честь, я не убивала ее, она погибла сама. Она жила в частном доме, и на кухне у нее был люк в погреб. Там она овощи и консервы хранила. И в тот день я пришла к Славе в гости. Это ее племянник, он живет с ней. Он сказал, что тете утром было плохо, у нее только что был врач. Ну и попросил меня тоже посидеть у них, пока он сходит в аптеку. Я смотрела телек в гостиной. И вдруг слышу, тетя вышла из своей комнаты и ходит по кухне. И вдруг я услышала, что произошел грохот на кухне. Я прибежала и смотрю, люк в погреб открыт. Ну, я тогда и спустилась, и увидела, что у тети голова в крови. И тут же позвонила Славке. А он как раз в аптеке был. Он передал трубку аптекарше, и я все рассказала, и она вызвала скорую. То есть ты свою версию предлагаешь и вину не признаешь. Хорошо, давайте внимательно послушаем, каким выводом пришло следствие. Потому что у них несколько иной взгляд на эти события. Пожалуйста, Алексей Александрович. Ваша честь, смерть Валентины Сергеевны Захаровой наступила в результате черепно-мозговой травмы. Обнаружена она была бригадой скорой помощи в погребе своего частного дома 21 июня в 15 часов 20 минут. Она упала с лестницы. Причем упала с лестницы в пол не сама, а ей было при жизни предано ускорение. Это установила у нас экспертиза. Кроме того, уважаемый суд, установлено, что в момент смерти в доме находилась только погибшая и подсудимая. Также были проведены экспертизы, соответствующие по делу. В материалах дела имеются. Согласно которых было установлено, что именно подсудимая толкнула с лестницы погибшую. Кроме того, мотивом для совершения преступления послужили личные неприязненные отношения Алисы Стецкой к погибшей Захаровой. Согласно заключению дактилоскалабической судебно-генетической показания свидетелей, показания подсудимой первичной материалах дела имеются. Психолог и психологическая экспертиза говорит о вменяемости и о психическом здоровье. Прошу назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Да вы чего такого говорите? Я не убивала? Какие 6 лет? Конечно, не убивала. Ну ты что? Придумывай. Так, Слава, тебе как представителю погибшей вопрос. Расскажи, пожалуйста, что 21 июня произошло? В тот день мы хотели с Алиной прогуляться. Но поскольку тете было плохо, я позвал Алину, чтобы она посидела у нас дома. Вот. А когда Алина пришла, тетя стала получше, и она решила сварить щи. Я не понимаю, почему она не попросила Алину сходить в погреб за овощами, а пошла сама. Я уверен, у нее поднялось давление, и она сама упала. Алина сразу мне позвонила. Я в это время как раз был в аптеке. Я дал трубку аптекарше, и она поговорила с ней, вызвала скорую. Максим Романович, да? Вы отец Алины. Значит, я вижу, согласно документам, которые представлены в суд, что Алина учится хорошо, характеризуется положительно везде, занимается кону спортом, иностранными языками, принимает участие в школьных мероприятиях, ее уважает в классе. Как так получилось, что вашу дочь обвиняет в убийстве Валентины Сергеевны? Ваша честь. Но она никого не убивала. Ну, посмотрите на нее. Она всегда всем помогает. Она отличница по английскому языку. Взяла двух девочек, отстающих, занималась с ними, к нам домой приходила. Я лично развожу скаковых лошадей. Она постоянно занимается с лошадьми, участвует в скачках успешно довольно-таки. Ей просто, ну, как это, бред какой-то. Как она могла кого-то убить? Это невозможно. Уже мы суд. Невозможно. Ходатайство у нас имеется о допросе свидетеля, бывшего работника Конюшин Стеских. Его зовут Голованов Николай Иванович. Просим это просить в зале суда. Голованов Николай Иванович, заявлен в качестве свидетеля. Пристав, пожалуйста, пригласите его в зал. Проходите. Так, проходите, пожалуйста. Присаживайтесь рядом с прокурором. Выясните, пожалуйста, ну вы знаете Алину Стецкую? Конечно, конечно, знаю. И погибшую Валентину Сергеевну тоже знали? Да, да. С Алиной мы вместе в конной секции занимались. Какие отношения были между Алиной и Валентиной Сергеевной? Да ужасные отношения. Алина стопудово, это Алина ее завалила. Ты что несешь? Совсем что ли? Белиной объелся. Так, спокойно, спокойно. Поясните, пожалуйста, почему вы считаете, что именно Алина довела до гибели Валентину Сергеевну? Да потому что она из-за лошади на нее злилась, на которой Алина выступала. В общем, как получается? Захарова держала трех лошадей в конюшне у Максима. И одна из них была Рябинка, на которой Алина выступала и занимала на ней призовые места. Захарова, говорит, ну она решила зло на ней выместить из-за ссоры, которая произошла между Максимом и Захаровой в конце весны. Ты об этом вообще ничего не знаешь. Что ты плети здесь? Не ври, я свидетелем был, между прочим. Ты сейчас здесь свидетелем чушь несешь. Вот. Вы не мешайте, пожалуйста, не мешайте. Дайте, он расскажет, потом я дам вам слово. Пожалуйста, продолжайте. Я, говорит, лошадь твою продам, Рябинку. Вот я думаю, из-за Рябинки она ее завалила. Там между ними такой скандал на манеже произошел. Вы бы слышали, вся деревня слышала. Алина там орала, как потерпевшая. Я, говорит, скорее, сдохну, чем тебе Рябинку свою отдам. Вот такая была ситуация, Ваша честь. Интересно. Так, Алина, ты действительно поссорилась с Вальтиной Сергеевной из-за лошади Рябинки? Ваша честь, она нечестно поступила со мной. Я вырастила Рябинку, я. Еще когда у нее с жеребенком были проблемы со здоровьем, то Захарова попросила меня ухаживать за ней, кормить с рук. Я ночью спала рядом с ней. Да Рябинка мне не просто лошадь. Она для меня лучший друг. Нельзя у меня ее отбирать. Ваша честь, сейчас ситуация изменилась. У нее сейчас другой жеребец, Лотос. Тоже, кстати, очень перспективный. Ну а убивать из-за того, что какая-то старая баба хотела меня охмурить, она не такая дура. Уважаемый суд. Это что еще за мотив? Вы про это еще ничего не говорили. Уважаемый суд, да. Вот ходатайство о допросе следующего свидетеля обвинения, Арбузова Екатерина Федоровна. Давайте пригласим Арбузу. Екатерина Федоровна приглашается в суд. Пожалуйста, пристав проводите ее в зал. Добрый, господи. Проходите. Так, проходи, пожалуйста, присаживайся на свободное кресло. Екатерина, ты хорошо знаешь, да, Алину Стецкую? Да, здравствуйте, хорошо знаю, Ваша честь. Из-за чего у нее конфликт был с Валентиной Сергеевной 21 июня? Помнишь этот день? Да, помню. Ваша честь. Алина ругалась Захаровой из-за того, что Захарова хотела продать любимую лошадь ее. А Алина была против этого, и поэтому угрожала ей, что убьет ее. Она так и сказала, убью. Ну, она угрожала ей. Я такого не говорила. Говорила. Поняла, Белла. Рассказывай тут. Скажи, пожалуйста, Кать, ты сама слышала? Да, сама слышала. Я работаю вожатой в детском лагере, и именно 21 числа, 21 июня, я провожала заболевшего ребенка домой. И проходила мимо дома Валентины Сергеевны. Вот, на обратном пути уже. И услышала крики из окна кухни, и решила взглянуть, что там творится. Вот, и как раз Алина ругалась с Захаровой. Ну, что-то еще тебе удалось рассмотреть, услышать? Да, Захарова стояла около открытого погреба, а Алина на нее кричала, называла подлой стервой. Вот, говорила, что она ее использовала, потому что Алина участвовала на соревнованиях, выигрывала скачки, и из-за этого у лошади поднялся рейтинг. Вот, и Захарова решила выгодно перепродать эту лошадь. А потом, значит, Захаровой становится плохо, она держится за голову, вот, и начинает перебирать таблетки. А Алина выхватывает у нее аптечку из рук и говорит, если ты по-хорошему не отдашь рябинку, то подыхай. Вот, и кидает аптечку в подпол. А дальше я уже ничего не слышала, потому что у меня зазвонил телефон, я отошла от окна. Так, хорошо. Ну, если ты увидела, что Алина так агрессивно себя ведет, вырывает аптечку, там, угрожает, почему ты не зашла в дом и не остановила этот скандал? Так, я не знала, что Алина ее действительно-то убьет. И у меня были свои дела, я уже спешила к детям, вот, и телефон зазвонил. Честно, меня любопытство подвело мое, да? Вот телефон, когда зазвонил, я опомнилась и побежала по своим делам. Уважаемый суд, в качестве вещественного доказательства материалах дела имеется та самая аптечка, которая была обнаружена рядом с телой погибшей и изъята протоколом осмотра места происшествия. Где она была обнаружена? Внизу? Да, внизу, совершенно верно. На аптечке имеются отпечатки пальцев подсудимой, согласно результатам дактилоскопической экспертизы. Это подтверждает, уважаемый суд, слова свидетелей обвинения, в частности, о том, что подсудимая сбросила аптечку вниз, когда погибшая стала из ней спускаться, она толкнула ее в спину, и, кстати, чего наступила смерть. Ваша честь, Катя врет. Почему? Потому что у нее личная заинтересованность. Моя дочь встречается со Славой, а она хочет отбить Славу. Да никого я не хочу отбивать, я ничего не вру. Катя, ты сейчас врешь, не просто врешь. Ты сейчас ее топишь, ты ее сейчас посадишь своей ложью. Никого не топит. А любовь, парни, этого не стоит. Вы должны были лучше воспитывать дочь свою. Я ее отлично воспитал, а ты в дружку, а ты тоже посадишь. А вы какой, а? Уважаемый суд, позвольте. Да, слушаю вас, защита. Защита уверена, что Алина не причастна к совершенному преступлению. И это не просто предположение, у нас есть доказательства. Да, конфликт между ней и потерпевшей был, но Алина преступление не совершала. И, кроме того, Слава врет, что он был в аптеке в момент совершения преступления. Он находился именно в доме. Пономарев уговорил мою подзащитную не рассказывать это на предварительном следствии здесь, в судебном заседании. Но у нас есть свидетель, это соседка Захаровой, которая видела, как Вячеслав выбегал из дома после совершенного преступления. Очень странно, что следствие не смогло установить и допросить этого свидетеля, но придется защитить и исправлять эти ошибки. Подождите, пожалуйста. Поэтому мы ходатайствуем о допросе Надежду Петровну Голубеву. Понятно. Вызывается свидетель Голубева Надежды Петровна. Пристав, пожалуйста, пригласите ее в зал. Проходите. Надежда Петровна, присаживайтесь на этот стульчик свободный. Надежда Петровна, вас пригласили в суд для дачи показаний в качестве свидетеля. Мы рассматриваем дело по поводу гибели Валентины Сергеевны 21 июня. Что вы видели или слышали в этот день? Да, видеть-то я особо не видела. Я слышала, как они ссорились, а вообще они часто ссорятся. Но вы знаете, я не верю, что это к убийству относится. Я вот тут вам наговорю, а вы славу-то и посадите. А давайте так, вы расскажете все, что вы слышали, а мы решим. Хорошо? У меня подработка есть. Я овощами торгую с огорода. Вот я столик поставила около своей калитки. Ну и стою. В этот раз 21 июня. Помню, потому что народу практически не было. Я уже, знаете, чуть ли не уснула. А они ругаются. Валентины дом рядом. Просто, ну они часто ругаются. Ну, слышала я три голоса. Два женских и один мужской. И сильно ругались. Ссорились. Славка очень хотел в Москву ехать. Ему предлагали хорошую работу, престижную. А Валентина ни в какую. Ну, она, женщина такая, своеобразная. Я, мол, тебе не отдала в детдом, когда родители твои померли? Вот ты теперь как бы отрабатывай. Поэтому она его не отпускала. Даже кричала на всю улицу, что я тебе лишу наследства. А наследство-то немалое. Лошадей престижных, дорогих много. Дом добротный. Ну, и завалила она тут. Конечно, ей нужна мужская помощь-то. А Славка, все в Москву и в Москву. И так я вам хочу сказать, у ней дом расположен, что как раз огород кончается, и тут через дорогу я стою, вот это шторгую. Поэтому, что на заднем дворе-то видно, я как раз и вижу. Смотрю, Славка выходит, даже выбегает. И так оглядывается, значит, руки все красные, испачканы. Так он и убил, понятно, тогда. Не мешает. Не знаю. К рукомойнику, там к сараю привязанный, он, значит, руки моет, а вода прям красная. Ой, не знаю. Неужели валена кровь-то? Ну, помыл он эти руки, майку снял, вытер, бросил, и с вешалки, ой, с вешалки, господи, веревка там такая, вещей полно навешано. Схватил новую, одел и ушел. И потом смотрю, к крыльцу-то подъезжает скорая, уже с другой стороны, и полиция. Вот это я видела. Баба Надь, ты что мелишь-то? Тебе что жить надоело? Не было меня там, это следствие подтвердило. Как и то, что Алинка тетю толкнула. Что, Слав, почему меня топишь? Ты совсем офигел? Тварь какая-то, а? Да я, типа это я сделала, да? Значит так, Слава, послушай меня, у меня вопрос к тебе. Послушай вопрос. Скажи, пожалуйста, вот ты утверждала, что ты уходил из дома, когда тетя была жива, и Алина осталась с ней. Но свидетель утверждает, что ты вышел из дома, у тебя руки были в чем-то красном, ты их смывал. Это что, была кровь? Тетина кровь? Конечно, не тетина, нет. Я выходил, я бежал, спешил в аптеку. И когда выходил, за дверь зацепился, и все, и распорол себе руку. То есть эта кровь была твоя? А ты что на нее смотришь? Карга старая. Я Карга? Ах ты, подлец такой! Как же это ты так руку-то расторапал? Омыл две руки, аж до локтей мыл. Врешь ты все, врешь! Ваша честь. Врет, врет. Слава испачкал тебе кровью, когда спустился в подвал, посмотреть, что с тетей. Да, Слав, нечего меня обвинять. Тогда, Алина, расскажи, пожалуйста, подробно и честно, что произошло в тот день? Ваша честь, 21 июня я пришла к Славе. Он был очень нервный и сказал, что у тети утром был врач, который сообщил, что у нее болезнь прогрессирует. А Слава как раз хотел попросить у нее денег, чтобы переехать в Москву. Ну и предложил мне тоже с ней поговорить. Объяснить ей, какой он одаренный жокей и сколько будет зарабатывать, если сейчас уедет. Его карьера удастся. Ну, мы пошли к Валентине на кухню, и Слава начал говорить, что он уедет при любых обстоятельствах. Будет она согласна или нет. А Валентина ответила, что она потратила на него свое здоровье, свое будущее. И теперь пусть он живет с ней в эти ее последние годы. Ну, просто врач сказал, что ей осталось жить лет пять. А Слава разозлился. Пять лет – это же вся молодость, да, Слав? Вот подонок, а. Ты посмотри, а. Сейчас посмотри на него. Подождите, я сейчас договорю. Я видела, как Валентина обиделась. Я попыталась их помирить, сказала, что как мы только устроимся со Славой в Москве, то можем ее к себе забрать. Но меня никто не слушал. А потом я увидела, как тетя побледнела. И она стала искать лекарства. А Слава выхватил у нее аптечку и швырнул в погреб. Да, Слав, так же было. Он сказал, что раз уж тете так плохо, то пусть сразу помирает. Так легче всем будет, правда? Ну, и я ушла, чтобы не слушать их разговора. И находилась в гостиной в это время. И вдруг услышала, что Слава крикнул. Тетя полезла за таблетками в погреб. И свалилась с лестницы. Ты сам момент, как Валентина Сергеевна упала с лестницы в погреб, не видела? Нет, но я... Тебя не было в этот момент? Не было этого. В комнате, да? Да, я была в комнате. И я вернулась на кухню и сказала, что надо вызвать скорую. А Слава сказала не спешить, что прежде нужно посмотреть, что с ней. И полез в погреб. Чего ты врешь? Никуда я не лазил. Это же на твоей одежде нашли следы крови. Да? Серьезно? Слава, да я спустилась за тобой, как дура какая-то. И мы там увидели, что у тети голова в крови, и она без сознания. Ты попытался повернуть ее, но сдрейфил. А я повернула и потом трясла ее. Поэтому на ее одежде мои следы остались. А на мне ее кровь, ваша честь. И аптечку я схватила и отбросила в сторону, чтобы не мешалась. А сердце у меня колотилось так, что я думала, что сама сейчас сознание потеряю. А Слава стоял в сторонке и ничего не делал. Хорошо придумал. Алина, скажи, пожалуйста, а почему ты на следствии не рассказала все это? Потому что я думала, что я подставлю так Славу. Он меня попросил ничего не рассказывать о нем. Он сказал, что если полиция узнает о том, что он устроил ссору с тетей перед ее смертью, то его могут посадить. А я не виновата. Да еще они совершеннолетние, и мне ничего не будет. Хорошо выдумала. Только тетя умерла, когда я в аптеке уже был. Я от аптекаря тебе звонил. Она подтвердил. Слав, да ты сам попросил меня сделать тебе алиби. Ваша честь. Слава сказал, он добежит до аптеки. Я тогда ему позвоню и скажу, что я смотрела телек, а тетя упала сама. Но я не думала, что меня обвиняют в убийстве. А ты, Слав, и рад, что меня обвинили и теперь судят. Хотя прекрасно знаю, что я не виновата. Ты это специально сделал, чтобы на меня вину спихнуть, предатель. А еще говорил, что любишь. Ты не спихивал я ничего. Я думал, не будет никто расследовать это убийство. Ну, приедут врачи, просто скажут, ну, умерла, умерла, и все. Слава, давай все-таки разберемся. Ты толкнул тетю. Если это действительно было так, расскажи подробно. Все-таки чистосердечное признание облегчает вину. Ну, да, я. Но я не хотел ее убить. Она не пускала меня в Москву. Постоянно прилипала ко мне, мешала, палки в колеса вставляла. Я хотел, чтобы просто она отстала от меня. И в ссоре толкнул ее. Катя, а ты ничего не хочешь нам рассказать? Ты вот следователю, потом в суде говорила, что это Алина грозилась убить Валентину Сергеевну. В доме находились только две женщины. Затем Алина кинула аптечку в погреб. Да, 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 да. Я соврала. Я люблю Славу. А после убийства я к нему подошла. Сказала, что я все видела. Он попросил меня соврать. Я думала, что он это заценит. И когда Алину посадят, мы будем вместе. Там Пашка собралась. Ваша честь, извините меня. Я виновата перед следствием, что вводила его в заблуждение. Но я тоже любила Славу и не хотела, чтобы его посадили. И что суде поверят, что это был несчастный случай. Но вы видите, я не убивала Захарову. Вы не отправите меня в колонию? Суда лезли в постановлении приговора. Слав, это ты все виноват. Оглашается приговор. Осмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Стецкой Алины Максимовны, несовершеннолетней, в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд принимает решение Стецкую Алину Максимовну по предъявленному ей обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 111 оправдать ввиду непричастности к совершенному преступлению. Суд выносит частное определение о проведении правоохранительными органами проверки показаний Пономарева Вячеслава Андреевича о совершении преступления. Также частное определение суд выносит о проведении проверки правоохранительными органами по факту дачи заведом ложных показаний Арбуза Екатерины Федоровны. Значит, Катя, я тебя предупреждаю прежде всего. Это не шутки. Это не шутки давать ложные показания, потому что это преступление. Неважно из каких побуждений, каким мотивом вы это делаете, но если вы даете ложные показания, находясь под присягой в суде или на следствии, за это надо отвечать. Поэтому будете за это отвечать. Значит, Слава, в отношении тебя уголовное дело будет расследоваться. Очевидно, что будет предъявлено обвинение, поэтому готовься отвечать по закону. Ну, а уже там суд будет определять степень твоей вины или причастности к данному преступлению. Ну, хорошо, что все-таки нашел смелость и в себе признаться. Иначе получилось бы, что ты одну женщину загубил и вторую загубил бы еще. Понимаешь? Да еще и третью толкнул на ложный путь. Под преступления. Это как-то многовато, правда? Начинать взрослую жизнь сразу с таких трех преступлений серьезных. Тем более прикрываться женщинами. Для мужчины это как-то совсем низко. Судебное свидание завершено. Да. Молодец, дочь. Молодец. Пойдет, пусть я садись сюда. Из-за тебя. Не надо. Вообще не стыдно тебе. Слава, мы не на себя. Извини меня, пожалуйста. Ты тоже, между прочим, любишь. Ты тоже меня должна понять.